В Крыму и Севастополе сейчас делают все возможное, чтобы на полуострове в Новый год не было перебоев с энергией. Это связано с очередным происшествием на украинской стороне, в результате которого было нарушено снабжение по линии Каховка-Титан. Власти Крыма называют ситуацию контролируемой и заявляют, что причиной перебоев стал теракт. В Херсонской области Украины вновь была подорвана опора ЛЭП. Сегодня же в Москве сообщили о поручении Владимира Путина в ближайшее время провести среди крымчан соцопрос по поводу энергетических взаимоотношений с Украиной, которые при всех вот этих подрывах, блокадах и прочее продолжают наставить на том, что Крым украинский. Сергей Халашевский следит за ситуацией в Крыму. Сережа, какая там сейчас обстановка за несколько часов до Нового года? Ну, Лиля, какое может быть настроение у жителей Крыма, когда им решили испортить новогодний праздник? Что бы там ни говорили в Киеве о случайном падении линии электропередач в ночь на 31 декабря? Все это напоминает плохую комедию. Сначала украинская страна в лице инициатора блокады Крыма, Крыма Алинура Ислямова, заявляет, что опоры упали якобы из-за сильных порывов ветра. А потом выясняется, что лэп-каховка «Титан» одной из четырех ниток, идущих на полуостров с Украины, все же подорвали. И опять неустановленные лица. Глава Крыма Сергей Аксенов на этот раз не стеснялся в выражениях. Он назвал происшедшим на Украине терактом, а поведение Киева – шантажом. Пусть они идут все подальше с такими предложениями. Я считаю неприемлемым висеть на крючке у шантажистов и террористов, которые лгут людям, говоря, что Крым вернется в состав Украины. Никогда этого не будет. Нас хотят запугать, нас хотят заставить полюбить себя насильно. Ничего у них не получится. Одновременно официальный Киев выдвигает Крыму заведомо неприемлемые условия при заключении нового контракта на поставку электроэнергии в будущем году. На днях украинские власти выдвинули, как они заявили, непреложные условия заключения контракта. В нем, по мнению Киева, должна содержаться в обязательном порядке формулировка, звучащая так. Электричество поставляется в Крым на территорию Украины. Мы не согласились с этой формулировкой. Я доложил об этом президенту Путину. Президент поручил срочно обратиться к одному из ведущих профессиональных агентств для того, чтобы провести социологический опрос населения Крыма и Севастополя. Сергей, к слову о формулировках. Что за вопросы зададут крымчанам? Ну, Вася, с жителем полуострова будут заданы всего два вопроса. Вот как они сформулированы. Первый вопрос. Поддерживаете ли вы или нет заключение коммерческого контракта с Украиной на поставку части электроэнергии в Крым и Севастополь, если в нем будет указано, что Крым и Севастополь являются частью Украины? И второй вопрос. Готовы ли вы к временным трудностям, связанным с незначительными перебоями энергоснабжения в течение ближайших 3-4 месяцев? По словам Александра Новака, президент считает правильным провести опрос, прежде чем принимать окончательные решения по заключению или незаключению контракта. Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров заявил сегодня, что мнение жителей полуострова будет известно уже к вечеру 1 января. Мы начали опрос сегодня. Рассчитываем основную часть завершить сегодня же до вечера. Дальше будет пауза. Все-таки впереди Новый год, главный семейный праздник. И завтра с утра мы допросим еще небольшую часть респондентов. Таким образом, к обеду, к середине дня 1 января мы будем готовы представить результаты. Впрочем, жители Крыма, которые последние месяцы на себе чувствуют отношения со стороны Киева, высказывают свое мнение о очередной попытке блокады уже сейчас. Вот что они сказали нашему корреспонденту Олегу Крючкову. Согласны потерпеть несколько месяцев верных отключений? Лучше уже избавиться от этой зависимости уже до конца, чтобы уже не иметь никаких проблем. Потому что им в этой власти доверять уже не стоит. Президент Порошенко очень, как говорится, довольно такой человек ненадежный. Поэтому с ним как можно меньше надо дел иметь. Верить нельзя ему? Да, верить нельзя ему. Мы потерпим сколько надо. Пусть стараются, сделали, чтобы качественно, чтобы Крым вообще был независим от Украины. Если украинские власти не продлят контракт на тех условиях, которые были в 2015 году, то дефицит энергоснабжения на полуострове будет на уровне 10-15%. И покрываться он будет за счет дизель-генераторных установок, либо временных отключений электричества. То есть жителям Крыма придется потерпеть несколько месяцев. Сергей Халашевский о новых перебоях с поставками электричества в Крым с территории Украины.